Добрый день, это проект Места города. Сегодня у нас в гостях мастер по грумингу в Костроме Марина Груздева. Здравствуйте. Марина, начнем с того, что такое груминг, что в себя включает эта процедура? Ну, некоторые считают, что груминг является обычной стрижкой животных, но это далеко не так. Груминг – это целый комплексный уход за шерстью и кожей вашего животного. В это входит вычесывание, мытье, купание вашего животного, обработка гигиенических зон и непосредственно сама модельная стрижка. Какие процедуры может получить четвероногие у вас и какие вообще четвероногие могут пройти на процедуру? В данный момент конкретно я принимаю только собачек. Они мне более интересны с точки зрения техники, с точки зрения фасонов. Более интересны, чем кошки. Конкретно у меня животное может прийти и получить следующий комплекс услуг. Я могу расчесать ваше животное, вычесать колтуны, обработать гигиенические зоны, лапки, ушки, интимную зону, помыть ваше животное с использованием профессиональной косметики, уложить, высушить ваше животное с использованием профессиональных укладочных средств и непосредственно сделать модельную стрижку вашему животному. Также существуют такие услуги, как тримминг, то есть это выщипывание животного подшерстка. Вот оно для чего нужно? Тримминг нужен, тримминг необходим жесткошерстным собачкам, потому что дело в том, что у них очень толстый остевой волос. И который подшерсток выпадает во время линьки, он у них не выпадает из-за этого остевого волоса, его приходится выщипывать. И этому нужно помочь. То есть во время линьки такое животное требует тримминга. Также существуют различные креативные стрижки, экспресс-линька, может быть я подробнее расскажу чуть попозже, и множество других процедур. У меня все это в перспективе. Есть некий стереотип, что груминг необходим лишь тем животным, которые участвуют в выставках. Но в чем преимущество груминга для тех, кто сидит дома и нигде показывать своей красоты не собирается? Вообще существует два вида груминга. Это выставочный и салонный, так называемый пэт груминг. От английского пэт, домашнее животное. Это уже говорит о неверности данного стереотипа. Длинно шерстная собака, вне зависимости от того, участвует она на выставках или не участвует она на выставках, она требует ухода за шерстью. Если собачка сидит дома, это не значит, что за ней не надо ухаживать. То есть опять же, это включает в себя вычесывание, включает в себя мытье собачки и непосредственно стрижка. Конечно, салонный груминг, он включает в себя более облегченные фасоны, которые подходят непосредственно для домашней носки. Это раз. А во-вторых, ведь груминг это часто не только вопрос красоты, это очень часто, более часто даже, это вопрос здоровья вашего животного. Если вы не хотите стричь ваше животное, какую-то модельную стрижку ему делать, гигиенические стрижки делать обязательно, чтобы ваше животное было всегда здоровым. И вычесывать ваше животное очень важно, поскольку, например, под колтунами могут образовываться язвы, которые причиняют боль вашему животному и дискомфорт. Например, необрезанные коготки могут врастать и влиять на походку вашего животного. И также это может негативно сказаться не только на походке, а соответственно на костях и на суставах вашего животного. То есть следить за животным обязательно. А часть пород особенно склонна к обильной линьке, что вызывает у членов семьи аллергические реакции. Может ли груминг как-либо поспособствовать решению этой проблемы? Да, конечно может. Во время линьки необходимо более усиленно ухаживать за животным. Это значит почаще мыть и почаще вычесывать. Вот как раз здесь расскажу об этой экспресс-линке. Существует такая процедура, она, конечно, она больше подходит тем породам, у которых остевой волос очень жесткий. Например, это какие породы? Это шпицы, пекинесы, хаски и самоеды и тому подобные породы. Собачка сначала купается очень теплой водой, потом обрабатывается специальной масочкой, укрывается одеялком. Или даже пленкой, собачка потом оставляется минут на 10-20 и затем пленка снимается, собачка моется и под феном очень хорошо вычесывается. То есть вот этот эффект бани, эффект сауны, он помогает, поры раскрываются, волосяные, фолликулы раскрываются и волосы очень хорошо при вычесывании, лучше выходят. Настоящая СПА. Да, да, так и часто и называют, СПА-процедуры. А часть владельцев предпочитает проводить такие процедуры самостоятельно, но в чем проигрывает так называемый домашний груминг? О, это вопрос очень больной. Часто приходилось переделывать стрижки после так называемого самострига. Грумеры мы так называем самостоятельное вмешательство владельцев в груминг. Очень часто ошибки владельцев в том, что они, во-первых, используют неподходящий инструмент, во-вторых, они не знают ни техники стрижки, ни стандартных фасонов. Часто они используют непрофессиональную косметику, например, в частности, они моют животное своим шампунем. И в результате чего получаются застриги, это неверные линии, стрижка неподходящая данному конкретному питомцу, то есть данной конкретной породе. И даже иногда ранки, то есть у меня были такие животные, которых хозяева стригли сами, даже бывало застригали, то есть ранили ноженками. Хозяева просто, им кажется, что у животного очень много лишней шерсти, они берут обычные парикмахерские ножницы, застригают, как им кажется, лишнюю шерсть, чтобы животному было легче. Но в итоге все выглядит достаточно некрасиво. И шампунь, который подходит для нас, почему его категорически нельзя использовать для животных? Потому что у нас и у животных разный уровень PH. И шампунь, который подходит нам, для нашей кожи, то есть все равно шампунь, он соприкасается не только с шерстью, он соприкасается с кожей животного, он негативно влияет на кожу животного, сушит ее, соответственно, и портится шерсть. И с какого возраста вы рекомендуете приучать питомца к громингу, чтобы он воспринимал более безболезненно ее? С самого раннего возраста. С месяцев двух уже можно начинать купать, расчесывать. Когда сделаны все необходимые прививочки, можно уже приводить, если вы выбрали мастера, к мастеру, чтобы животное привыкало к данному конкретному мастеру и привыкало ко всем необходимым процедурам. И чтобы в дальнейшем оно не боялось грумерского стола и грумерских инструментов и непосредственно мастера. Есть еще одно мнение, что груминг может помочь тому, чтобы устранить некую инфекцию, иногда ее вовсе предотвратить. Так ли на самом деле? Ну, в чем-то это верно. То есть, своевременный регулярный уход, он помогает избавиться. Не избавиться, помогает предотвратить инфекцию, соответственно. Если ваше животное вовремя вымытое, вовремя расчесано, никаких раздражений на коже не будет. Во-вторых, мастер, когда он стрижет животное, он все равно видит. Может быть, хозяева, если им некогда расчесывать самим животное, некогда его мыть, они не замечают, что творится под шерстью. А мастер видит раздражение. Или в ушках бывает раздражение часто. Или на коже. Соответственно, он сообщает об этом владельцам, обращает их внимание на это, чтобы владельцы обратились к ветеринару. И таким образом мы иногда предотвращаем болезнь. Да, да, да. Кстати, иногда грумер может использовать антипаразитарные шампуни, которые предотвращают такие болезни кожи и паразитов, тех самых блох. То есть это тоже важно. Очень быстро с этим справиться на ранних стадиях. Да, да, да. А какие виды именно гигиенических стрижек вы предлагаете для питомцев? Ну, самое важное, во-первых, это обрезание коготков, выбривание или выстригание шерсти в подушечках между мякишами. Что очень также опасно делать самостоятельно. Да, можно ранить животное. Во-вторых, это ушки, чистка ушей. И у некоторых пород животных волосики, которые растут из ушей, их необходимо выдергивать. Это не больно, животному может быть чекотным, но ни в коем случае не больно, поэтому даже сами хозяева могут этой процедурой заняться, если животное дает это делать. Ничего страшного в этом нет, не бойтесь. Это только полезно животному будет. Потом идет выбривание интимной зоны животного. И вот конкретно у йорков еще выбривается одна треть ушка. Для чего это необходимо? Ну, это необходимо, это все-таки больше вопрос, наверное, красоты, больше вопрос стандарта породы, стандартной стрижки у йорков. И некоторые хозяева беспокоятся, что их животное не поседы или наоборот застенчивы. Если все-таки животное не было, как мы говорили ранее, с ранних лет приучено к кромингу, как приводить такое животное, можно ли его приучить в сознательном возрасте? Я думаю, что можно. Вообще, как грумеры говорят, правильно зафиксированная собака – это уже половина успеха. Для фиксации собачек применяются особые кронштейны, на которые крепятся петельки, называемые ринговками, и под эту ринговочку сажается собачка. Кошечек, конечно, стригут без ринговки, потому что они более свободолюбивые животные, они не привыкли ходить на поводке, как собачки. Во-вторых, существуют различные техники удерживания собачки, как поднять лапку, как держать голову, как держать за хвостик и так далее. Во-вторых, очень важна уверенность мастера. Чем увереннее мастер, тем спокойнее животное. И надо всегда быть не грубым, но настойчивым. То есть, если животное сопротивляется, во время этого никакие процедуры проводить нельзя. Но если вы держите лапу, продолжайте держать, все равно животное устанет, все равно возьмет передышку, и в это время, как говорится, ваш выход. Как успокаивали вы хозяев, которые иногда переживают не меньше животных, как там их дитятка себя чувствует во время процедуры? Лучше, конечно, удалить хозяина из помещения во время процедуры, потому что часто очень, вот бывало такое, что ты хочешь какую-то процедуру сделать, собака сопротивляется. И хозяин говорит, ну ладно, ладно, не надо. А я вот взяла бы, скрутила бы, сделала бы. И собака бы уже привыкла, кстати говоря. И собака бы привыкла, да. И в этом ничего страшного нет. И вообще, животное, когда хозяев рядом нет, очень часто ведет себя не так, как с хозяевами. Они более капризные, когда мама, папа рядом. Вот, с мастером они становятся более дисциплинированные. Поэтому, если вы хотите идеальную стрельшку, лучше все-таки, наверное, покинуть помещение. Какие самые комичные ситуации происходили во время процедур? Ну и с последнего могу припомнить пуделя, который был на этой неделе. Каждый раз, когда я близко наклонялась к нему во время стрижки, он начал неистово меня лизать. Словно бы хотела сказать, отпусти меня, отпусти. Я тебя поцелую, все, что угодно тебе сделаю, только отпусти меня. В итоге не сработало. Нет. Я все равно доделалась до конца. И как проходит процедура, сколько времени занимает? В зависимости от того, какой комплект будет произведен. Если мы говорим о комплексе, это зависит от породы. Ну, например, самое, наверное, самое маленькое, что это может занимать, вот у Йорка в комплекс занимает 2 часа. Это оптимально для Йорка в 2 часа. Это, конечно, если входит и вычесывание, купание, модельная стрижка и так далее. А дальше другие породы, шицу, пудель, там, может быть, и подольше. Как заранее подготовить четвероногого к процедуре? Все-таки 2 часа, если он хочет покушать, либо какие-то другие потребности у него возникнут неожиданно. Как быть? Ну, наверное, нужно иметь рядом с собой все-таки. Если животное хочет пить, мастеру нужно иметь с собой водичку рядом. Некоторые мастера, ну, конечно, это нужно спросить хозяев. Можно какие-то лакомства иметь рядом, чтобы животное поощрить за его хорошее поведение. Вот. И, ну, конечно, стараться делать поувереннее и побыстрее, чтобы животное не уставало. Вот. Поскольку я еще начинающий мастер, у меня бывает подольше. Вот. Ну, как-то справляемся. Ну, даете понять, что здесь главное вы. Да. Так и легко. Без этого никак. Есть ли рекомендации, в какое время дня, в какое время года лучше всего проводить такие процедуры? Ну, конкретных рекомендаций, я думаю, не существует. Ну, конечно, если это тримминг, то во время линьки, чтобы животному не было больно. Гигиенические процедуры проводятся регулярно. Даже если вы не хотите стричь ваше животное, хотите оставить длину, вы можете привести это животное к мастеру на гигиенические процедуры. На мытье, на вычесывание это тоже регулярно. А как часто это нужно проводить? Ну, если мы говорим о модельной стрижке, животное обрастают в течение двух-трех месяцев. Если это гигиенические стрижки или мытье, окупание. Вообще, ну, если в домашних условиях, то лучше раз в неделю, вот, декоративную собаку раз в неделю лучше купать и расчесывать чуть ли не каждый день. Потому что бывает такой тип шерсти, особенно у йорков, очень тонкие. Они после каждой прогулки, вы сняли комбинезончик, все, шерсть спуталась, и нужно расчесывать. Уход должен быть регулярным в любом случае. И к этому нужно заранее готовиться. Сейчас осень, время слякоти, грязь. Какие сезонные процедуры вы рекомендуете проводить? Сезонные процедуры, конкретно каких-то сезонных процедур не существует. Конечно, если вы боитесь, что ваше животное замерзнет, вы можете попросить мастера ставить более длинную шерсть у животного. И какие-то, может быть, масочки. Можно применять масочки. Какие, допустим, масочки можно сейчас делать животным? Увлажняющие, потому что сейчас животное, очень многие животные ходят в комбинезончиках. Это сушит кожу, это сушит шерсть. Ну и, во-первых, все равно мытье, оно может немножко подсушивать шерсть. Поэтому увлажняющие какие-нибудь, смягчающие масочки. Вот это все, сейчас выбор очень большой во всех зоомагазинах, особенно вот в зоомаркете каких-то. Можно найти подходящие для вашего питомца. Если вот эта одежда вызывает сухость, иногда кумкает, так скажем, шерсть, а возникает вопрос, не отказаться ли от этих аксессуаров, либо все-таки их нужно применять? Дело в том, что у некоторых собачек отсутствует подшерсток. А подшерсток это то, что греет собачку во время холодов. И поэтому некоторым собачкам это жизненно необходимо. Для каких, опять же, пород, допустим? Ну, например, те же самые йорки, шицу, ну, в основном йорки. Вот у йорки, у них очень тонкая шерсть, то есть йориков надо одевать все-таки. То есть это даже не вопрос красоты, это вопрос здоровья? Нет, это вопрос здоровья, да. Причем можно подобрать, ведь, более удобный какой-то вариант комбинезончик. Не обязательно какой-нибудь, я не знаю, там, гламурный или что-то, что самое удобное, чтобы прикрывало все необходимые места. В безопасности и здоровье это один из самых главных вопросов, которые волнуют хозяев. А приходя на процедуры, как владельцу быть убежденным в том, что все в безопасности, инструменты правильные, что нет какой-то инфекции от предыдущей собачки, которая была? Ну, это, конечно, очень важный вопрос. Ну, во-первых, о косметике хочу сказать, да, некоторые беспокоятся, что будет аллергия. Я применяю профессиональную косметику, которая разработана именно для работы с шерстью, с кожей животных. Это чаще всего гипоаллергенная косметика. То есть те же самые укладочные средства, они все идут гипоаллергенные. Ну и, конечно, правильная обработка инструментов. И после каждой стрижки я обрабатываю инструменты антисептическими дезинфекцирующими растворами. Раз в неделю я замачиваю инструменты в растворе главхлора. И в перспективе приобретения, конечно, стерилизатора специального инструмента. Если я вижу, что собачка с инфекцией какой-то, даже если, как хозяева говорят, это аллергия, то есть я провожу процедуру замачивания дезинфекции, я провожу конкретно после стрижки. То есть я не стригу другую собачку этими инструментами сразу. То есть можно не переживать? Нет, конечно, нет. Как часто вы рекомендуете владельцам приходить на груминг? Ну, как я уже говорила, животные отрастают в течение 2-3 месяцев. Ну, или если вы видите, что ваше животное отросло и требует стрижки, смело звоните вашему мастеру и записывайтесь на стрижку. Между модельными стрижками можно приводить на гигиеническую стрижку или на то же мытье, вычесывание, укладку. Какой уход требуется за питомцем после груминга? Ну, какого-то определенного ухода не требуется, поскольку и так собачка вымыта уже, высушена, подстрижена, расчесана. Главное не пачкаться. Главное не пачкаться. Да, если испачкались, естественно, надо мыть животное. Ну, и расчесывать, продолжать расчесывать, потому что после груминга шерсти становится меньше, которую нужно расчесывать, нужно расчесывать. Ну, вот у меня такого не бывало, но были у моих коллег, мы общаемся вот с теми, с кем учились, тоже девочки работают. После выбривания интимной зоны у собачки появилось там раздражение. Это бывает, потому что волос становится короче. Здесь, я думаю, достаточно будет смазать каким-нибудь увлажняющим кремом, чтобы это прошло. В этом ничего страшного нет. И как попасть к вам на прием? Ну, все очень просто. Со мной можно связаться либо по телефону, либо в приложении WhatsApp, либо в директ в Инстаграме, либо написав личным сообщением ВКонтакте, где у меня есть группа, сообщество и в Инстаграме. Причем это груминг с любовью, как называется группа, несмотря на требовательность, все-таки любовь. Конечно, куда обидеть. Какие специальные акции и бонусы есть для новых клиентов? Для тех, кто уже стал постоянно? Мне многие говорили, я сама знаю, что у меня очень низкие цены. Я объясню почему. Потому что я специалист начинающий, и я стригу, я работаю на качество, поэтому я стригу дольше, чем, может быть, опытный мастер. Это не всегда бывает удобно хозяевам, которые хотят остаться, поприсутствовать во время стрижки. И поэтому я пока нарабатываю, отрабатываю свои навыки, приобретаю, нарабатываю качество, поэтому я беру пока поменьше. Но иногда мне даже сами хозяева платят больше, чем у меня в прайсе стоит. Возьмите больше за такую работу, что-то вы очень мало берете. Чтобы пачка была довольна. Да-да-да. И напоследок несколько практических рекомендаций, как проводить груминг, чтобы животное блестало и красотой, и одновременно здоровьем. Ну, это хозяевам, да, владельцам? Ну, во-первых, если вы все-таки занимаетесь грумингом самостоятельно, приобретите специальный шампунь. Пусть он будет недорогой, но это будет средство, которое предназначено для работы с шерстью именно собаки или именно кошки. Во-вторых, это регулярность. Она всегда везде нужна. И все-таки, если вы стрижете свое животное сами, ну, такие люди все равно бывают, посмотрите, не поленитесь посмотреть видео на том же самом YouTube. Очень много мастер-классов. Приобретите инструмент, подходящий для этого. Ну, и, конечно, любовь. Везде нужна любовь, даже во время груминга. И сегодня у нас в гостях был мастер по грумингу с любовью в Костроме, Марина Груздева. Обращайтесь, и пусть ваши животные будут красивыми и здоровыми. Спасибо. Спасибо.